Замечательный фестиваль, на самом деле, который знакомит зрителей с наиболее актуальными фильмами, которые были сняты в последние годы или два. За год вы показываете? Ну да, 19-20 год. И мне как члену жюри года очень попутно посмотреть и познакомиться с теми фильмами, которые были сняты и сделаны. Режиссерам очень понравилось, что программеры устроили наш конкурс таким образом, что там разные-разные фильмы, которые отличались от друга, и нам было в этом смысле очень интересно путешествовать над этой программой. Вот, и отмечу, что очень много было работ молодых авторов, студентов киношколы. Это очень здорово, значит, что ребята, делая свои студенческие фильмы, имеют возможность попасть на фестиваль как-то и показать свои фильмы широко и проводить. Я, в свою очередь, хочу сказать огромное спасибо организаторам фестиваля, потому что сделать фестиваль, это требуется очень-очень много энергии, времени и таланта. Спасибо организаторам, волонтерам, что это все не простое время все-таки получилось, потому что на самом деле, как никогда, мне кажется, это было важно. Вот, и встреча со зрителем, эти показы, этот обмен. Авторы, как бы мы делаем кино, да, но если у нас нет зрителей и нет возможности поделиться впечатлениями от фильмов, пообщаться и с коллегами, и со зрителями, ну это было очень грустно. Вот, огромное спасибо, вы большие-большие молодцы. Спасибо вам, что вы приехали и, собственно, смотрели фильмы в зале. Динар приехал из Франции специально для того, чтобы поучаствовать в работе в фестивале, это очень ценно. Спасибо огромное. А перед тем, как я передам слово Алексею Медведеву, хотел сказать, что... Вы все знаете, я тем не менее скажу, что в 16.00 сегодня в кинотеатре «Аврора» состоится показ фильма «Закрытие фестиваля», это фильмы Виктора Хосаковского, фильмы с... Могут, кстати, в Берлина программу конкурсный «Энкаунтерс», которую можно перевести как встреча, он там участвовал, соответственно, и... После показа состоится Q&A с режиссером фильма, а сама церемония «Закрытие» пройдет на площадке «Линдок» в 19.30. По ситуации, связанной с пандемией, мы не можем пригласить то количество желающих на нее попасть, как это обычно происходит, но именно поэтому будет организована трансляция церемонии «Закрытие фестиваля» на аккаунте фестиваля «Послание к человеку» ВКонтакте. Там можно будет следить в прямом эфире за всем самым главным, это будет «Закрытие фестиваля», там мы узнаем про решение уважаемых членов жюри, и национального конкурса международного, и «Силика», и также еще ряд специальных призов. А теперь, Алексей, прошу, скажите какие-то нагрузственные слова, и, может быть, у нас будут вопросы. Ну, речь от программного директора будет краткой, но, надеюсь, впечатляющей. Фестиваль был экстремальный, но именно потому, что он был экстремальный, неожиданно получилось многое из того, на что мы даже не надеялись. Экстрем у меня начался еще даже до начала фестиваля, первое заседание жюри, международное жюри, на котором я приветствовал, которое не смогло приехать на фестиваль. Люди из разных стран. Я его проводил, вися над пробостью, я как бы написал об этом своим женеским друзьям, они потом мне считают, что это какая-то метафора. Но нет, я пошел в горы, и там был такой склон, как говорится, с гравием, который тут же посыпался, была Голицынская тропа в Крыму, дорогу от Нового Света. Я ухватился за какой-то копий и как по сантиметру стал передвигаться по этому достаточно крутому ответственному склону, для того, чтобы вместе с ним съехать на несколько десятков метров. Вот, в этот момент, значит, мне по зуму приходит ссылка на заседание жюри. Я ему говорю, например, знаете, вот я решу над пробостью, но они тоже подумали, что это метафора, да. Вот, а бывает, что метафора, метафора как бы капризуется в нашей жизни. Вот, и на самом деле, как бы, да, наш весь фестиваль, это такая бывшаяся метафора, да, это, сказать, действительно возможность. как бы, как бы, ухватить, попробовать с дух момента и истину момента, посмотреть на то, что происходит в мировом кино, посмотреть на то, что происходит, ну, как бы возвышенно, на пусть это не звучало, но в какой-то мировой душе, в мировом, как бы, социокультурном пространстве. Что вот получилось из того, что, из того, что получилось? Национальный конкурс, да, у нас в этом году, мне кажется, оказался очень любопытным, очень разнообразным. Впервые на нем в составе, в создании его участвовал Константин Шабовский, мне кажется, очень удачный опыт, который мы обязательно продолжим. Второй куратор национального конкурса Евгения Марченко. Очень здорово, что большинство членов жюри было здесь, потому что, конечно, это для того, чтобы прочувствовать дух фестиваля и принять правильное решение, это абсолютно необходимо. И этого, надо сказать, совсем не удалось международному жюри, несмотря на то, что я висел над пропастью и что-то про фестивали взял, они, конечно же, там, латышская актриса, которая там уехала в леса и не выходила на связь, депрессивный датский режиссер, который до сегодня получает приз-заклад, который там поссорился со своей женой, и Яф Ржановский, который вообще, ну, как бы, да, ходячая провокация, да, решение их оказалось совершенно непредсказуемым, вот, но, так сказать, но в этом тоже есть, да, в этом тоже есть, да, в этом тоже есть, как бы, истинный момент, потому что то, что с нами происходит в этом году, этого никто не мог предсказать. Поэтому и имена победителей тоже предсказать невозможно, но, вот, даже те, кто смотрел внимательный фон, просто будут наверняка очень удивлены, но, вот, вот, так все непредсказуемое развивается у нас в этом году, вот, ну, а главное, что получилось, да, это, наверное, то, что, ну, как бы, фестиваль, ну, реально состоялся как событие, что мы не пропустили этот фонд, несмотря на то, что все было, как бы, в пользу того, чтобы этот год пропустить, мы его не пропустили, мы надеемся, что, ну, честно говоря, не думаем, что фестиваль как-то сильно-сильно внес свой вклад в распространение пандемии, да, все-таки у нас есть и другие факторы, гораздо более серьезные, чем, чем несколько десятков человек, которые соблюдают дистанцию в темном, в темном кинозале, ну, вот, поэтому, как бы, ну, вот, мы ни о чем не жалеем, мы очень довольны тем, что все-таки этот фестиваль прошел, тем, что мы, еще раз повторюсь, не пропустили год, и тем, что мы, как-то, да, продолжаем держать руку на пульсе, и уже со многими из режиссеров, с которыми были, там, встречи по зуму, да, мы уже договариваются на следующий год, они уже записывают даты, потому что они хотят приехать и свой опыт, так сказать, да, реализовать уже в, не только в виртуальном пространстве, но и в реальности. Ну, вот, хочу сказать спасибо всем своим коллегам, Жене Мапченко, Лене Паралевой, Миша Железникову, хочу сказать спасибо всему КПМ, что-то в фестивале, ну, Алексей Хюнчев, учитель, который, как всегда, как бы, прикрывает нас своей, своей мощной спиной, вот. Очень удачно, мне кажется, у нас, ну, опять-таки, это, может, не совсем наша заслуга, но мы очень рады, что у нас такие выдающиеся фильмы в этом году на открытии, на закрытии, если вы были на открытии, вы видели фильм «Земья Почерников», Хлои Джаус, Рейсис Мартон, а на закрытии вы посмотрите конкурсный фильм «Берлинария» этого года, нашего старого любимца, партнера, друга Виктора Косаковского, который тоже будет с нами из Берлина по Zoom. Вот, спасибо всем вам, действительно, спасибо, что приходили. Спасибо огромное. Я, уже не как ведущий, а как сэккуратный национальный корпус, присоединяюсь к благодарности Алексея. Огромное спасибо всей команде. На самом деле, вы видели какое-то количество кураторов, которые выходили на сцену, но, на самом деле, в фестивале это всегда труд. Огромные команды, и, собственно, Саша Печникова, Маша Антонова, Катя Паховенко, много, мы волонтеры. Спасибо всем, кто с нами, соответственно, и с кем мы делали этот фестиваль. Есть время на несколько вопросов. Если они у вас есть, пожалуйста.